Всем привет! После видео с Перпинг, где мы рассказывали о том, как начали рисовать, люди всё равно продолжали спрашивать нас про наш творческий путь, с чего мы начинали и так далее. Я всё думала, камон, ребят, есть видос! Но потом я его пересмотрела, словила немножечко кринжа, ибо, ну, мне всегда неловко смотреть на свои работы. Уж не знаю, почему так, но да. И вот после просмотра я поняла, в чём дело. Там в целом просто очень мало информации. Это легко объяснить? Нас ведь двое, каждый по пять минут. Кто там расскажешь за это время? Плюс мы много чего вырезали, потому что, ну, никто не будет смотреть такие длинные ролики. А я всё откладывала эту тему в долгий ящик. Но недавно я записала спидпейнт, и арт делался около 4-5 часов, что для меня очень-очень-очень много и долго. И я вложила много сил в него, и спидпейнт вышел длинным. Поэтому сегодня и тема будет объёмнее. Не хочется обрезать эту красоту, мне так понравилось сделать этот арт. И начнём с инфы как раз про него, потому что, ну, я всегда так делаю. Как вы, наверное, заметили, я любитель перерисовывать свои старые работы. Уж не знаю почему так. Может, мне нравится наблюдать за тем, как меняется мой скилл. Или перерабатывать готовую идею. Уж не знаю почему, но делаю я это довольно часто. Последняя моя перерисовка была буквально в том месяце. И вот я снова почему-то решила это сделать. Выбрала арт, на который в далёком 2018 году я потратила два дня работы. А всё ради чего? Ради заставки на рабочий стол. Уже очень мне хотелось себе картинку на фон со своими персонажами. Но никто же бы мне не нарисовал. У меня было 100 человек в паблике. Камон. Это была моя одна из самых первых больших работ. И она мне нравится до сих пор. Несмотря на то, что она такая старая. И я там пририсовывал всё сам. И траву, и цветы. И вот эти цветы, да, ребята, это не кисточка. Это ручная работа. Компировать, вставить. Блин, сколько же работы тут было. И сейчас с этим всё было намного проще. Спасибо людям за прогресс и облегчение работы художникам. А ещё это сюжетная картинка из арки про школьную жизнь. Близ только никому об этом. Я начинала с аниме, что я уже говорила. В то время я начала смотреть Наруто. И мне всё понравилось. Что неудивительно. Первый сезон Наруто был очень топовым. Он многим тогда в целом нравился. И мой первый персонаж, которого я придумала, был тоже по вселенной Наруто. И я, как сейчас помню, её звали Эмира Хьюга. Типичная сьюшная девочка. Почему сьюш-то? Нет, она не была суперсильной. Она была с розовыми волосами. И, блин, неважно, ребят. Мне было лет 10. Это простительно. И фантазии у меня тогда не было. В общем-то, как и сейчас. Потому что в ник я себе взяла. Знаете что? Правильно. Мой ник был как раз именем моего персонажа. Как видите, абсолютно ничего не изменилось во мне. Вот не умею я ники придумывать. Отстаньте. И вот. Я хотела нарисовать этого персонажа. И не поверите. Я не обводила чужие работы. Криво-косо отрисовала себе персонажа. И ходила довольная в школе. С подружкой обсуждала, как всё круто в ней. И, ох, это было такое стрёмное время. Анимешников тогда били за углом школы. А моя подруга не смотрела аниме. Но, на то она и подруга. Она меня за это не гнобила. Зато, пацаны... Ох, мне тогда понравился мальчик из соседнего подъезда. А знаете почему? Он смотрел аниме и одолжил мне диск с Наруто. Как легко завоевать сердце женщины. Ловите, мальчики, лайфхак. Итак. Это наваждение с этим персонажем продолжалось очень долго. А потом я увидела в книжном магазине книгу по рисованию аниме. И выяла ложечкой маме мозг. И она мне её купила, да? У меня сейчас на полке таких штук 5 или даже больше. Они мне, правда, все очень помогли. Серьёзно, если вы не знаете с чего начать, попробуйте книги Кристофера Харта. Там много разных. Конкретно у меня есть по девочкам-волшебницам, по рисованию крутых девчонок. В целом, книги о рисовании аниме, книга про эльфов и ещё всякие. Да, я тогда рисовала девочек ещё больше, чем сейчас. А эльфов я, кстати, не рисую вообще. Но она была так круто оформлена, что я не удержалась и купила её. Эх, транжира. И вот, после аниме я познакомилась с творчеством Вивзипо. Точнее, я открыла для себя интернет. А там, почему-то мне первым делом, Ютуб выдал мне её видео. И всё, я пропала. Она вытягивала персонажей, рисовала большие глаза и была супер-мега популярной. Конечно, мне хотелось так же, блин. Кому не хотелось? Но всё накрылось медным тазом, потому что я учила Анатомию по аниме. И выломать персонажем кости у меня просто не получалось. Ну, вот серьёзно. Я просто не могла рисовать настолько непропорционально. И при этом красиво. И я сейчас рисую так себе, конечно, в плане Анатомии. Но я всё ещё учусь, у меня всё впереди. Так что я как-то спокойнее к этому отношусь, чем раньше. Раньше мне хотелось прям вот сразу результаты. Сразу, чтобы он отлично был. И сразу, как у Вивзипо, где мои подписчики. Не понимаю. Ребят, такое не происходит очень быстро. Конечно, хочется. Сразу, я понимаю. Камон. Но для этого надо рисовать 4 на 7. А некоторые 10 минут в день найти не могут. И потом не понимают, почему всё так плохо. И это не наезд. Я это говорю как тот самый человек. И в средней школе всё поменялось кардинально. Раньше я рисовала для удовольствия. А теперь, чтобы уйти в себя от реальности. И в тот период я как раз и придумала Брис. Потому что от Наруто я уже отстала. Мне было неинтересно. У неё был другой характер. И немного другая внешность. Но суть в том, что я рисовала её. И персонажи вокруг неё. Создавала историю. И всё это лишь бы лишний раз не возвращаться в реальность. Это противная черта, кстати, всё ещё со мной. Мне она нравится больше других персонажей. Как раз из-за того, что она была моей поддержкой в трудную минуту. И поэтому я её много рисую. Особенно если мне плохо. Либо оно очень хорошо. Либо ради комикса. Что-то из этого. И вот старшая школа, последние классы. Я всё ещё рисую в тетради. Потому что планшет слишком жирный для человека с плохими отметками. Родители просто видели, что я не унимаюсь. Никак не могу зазабросить. И они сдались и подарили мне планшет на моё 18-летие. Забавно, что мама часто говорит мне, что очень жалеет, что купила его. Я могла бы, по её мнению, конечно же, учиться дальше и стать юристом. Или кем-то там ещё. А я сижу и рисую, не принося пользы. Но, может быть, в этом она и права. На планшете рисовать было очень сложно. И первые пару месяцев я просто засматривала дыр чужие спидпейнты, туториалы. И прокачивала покрас как могла. Потому что покрасу научиться очень легко и просто. Буквально за неделю можно. А вот Антония, учи не учи, понимание так быстро не придёт. И рисовала из стилизованной под мульты арты. Сейчас у меня уже свой стиль, что-то около аниме и мультиков. Но раньше это было сначала чисто аниме, потом чисто мультики. И вот буквально недавно я нашла свой стиль. И знаю, многие будут спрашивать, сколько времени у меня ушло для того, чтобы найти свой стиль. И кажется, около пяти лет я смотрела других художников. Брала что-то у каждого. Но немножко, по чуть-чуть. И я не люблю плагиаты. Сама старалась реально не брать ничего серьёзного. Потому что, ну, камон. И по итогу глаза я рисую свои, как удобно мне. Я их ни у кого не брала. Я нигде не видела даже ничего похожего. Покрас я много где брала. Но по итогу вновь остановилась на комфортном для себя варианте. И так в целом во всём. Я просто пробовала разные вещи и пришла к тому, что есть сейчас. И давайте уделим парочку минут, пару слов скажем о моих любимых художниках. Слава благодарности им за вдохновение. Хотя они, конечно, это не увидят. Но всё же. Назову только ру художников из ВК. Потому что большинство моих топ-артеров из твиттера, из других сайтов. И рисуют они в основном хентай. И да, мне не стыдно. Я люблю смотреть на красивых полуголых персонажей. Независимо от их пола. И начнём. Я очень сильно люблю Сави. Она мне в то время помогла понять, что я люблю делать твёрдые тени. Без тушёвки, без аэрографа. И морально своими артами заставила меня идти учить матчасть про светотень. Работы, конечно, всё ещё много. Но хотя бы всё лучше, чем было. Спасибо ей. Очень большой. И, кстати, у неё очень милый основной персонаж. Сокотыч. Могу ошибаться, но вроде как я увидела её в своём первом Аске. Точнее, она была в противоположном Аске конкурентов. И я тогда следила за творчеством через Аск. А потом мы потерялись. И через пару лет я вновь обнаружила её. И хз как уже. Потому что я не помню. И просто влюбилась. Я не знаю. Сидела, лайкала и чекала просто всё, что можно. Насколько я вижу. Но, может быть, я не права. У человека в жизни достаточно проблем. Она весьма депрессивная личность. Не знаю, как правильно назвать. В общем, я поддерживала её. Комменты писала. Ну, всё в таком духе. И как-то был пост. Типа, киньте свои паблики. Я напишу вам пару приятных слов. И сделаю рекламку. Ну, несмотря на свой низкий скилл. Я скинула арты. Ибо я вообще ничего не стесняюсь. Фу, блин. Халява. Предложила же рекламу. Чё уж. И я, честно говоря, не ожидала, что она вообще сделает про меня пост. Просто думала, ну, кто-то же будет чекать комменты. И, глядишь, увидит меня. И такой, вау, классно рисует. И... Да! Она написала пост. Ой, блин. Там было столько хороших слов. Типа, я вижу, как она станет отличным художником. И прочее, прочее. Подпишитесь. И я уверена, что она вообще не помнит меня. И мои арты. Но даже если она написала это не от чистого сердца. Эти слова меня очень сильно замотивировали. Серьёзно. С того пост я начала рисовать намного чаще. И всё ради того, чтобы прогресснуть. И хоть и в сокопича я не брала абсолютно ничего из стиля. Потому что она рисует около типичные анимешные такие арты. Я очень сильно люблю этого художника. Спасибо ему за его работу. И, блин, умоляю, не скидывайте ей. Я просто умру от стыда. И вот. Как-то так получилось, ребят. Спасибо за просмотр. Делитесь своими историями и любимыми художниками. Чем они вам помогли? Что вам нравится? Расскажите, пожалуйста. Очень интересно будет послушать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чекайте мой паблик в ВК. Пожалуйста, чекайте мой паблик в ВК. Если вы его ещё не чекали. Там знаете, сколько классных картинок? А ещё комикс я рисую. Всем спасибо за просмотр. И хорошего дня.